Матрица за зеркалье Матрица за зеркалье. Мы не знаем, как отсюда выбраться. Мы попали в капкан зеркал, в котором отражаемся мы в гротеске. 11 марта 2018 года. Мне мои друзья из Украины присылают много материала, чтобы я обратила внимание. Знаете, конечно, мы все больше сконцентрированы сегодня на событиях в Кремле, на своих выборах. Однако же я вам хочу сказать, что все-таки Украина и Россия, мы дети одной страны. И как бы нас не разделяли водой, мечом, огнем, мы все-таки с вами говорим на одном языке. Мы все-таки с вами думаем одинаково. У нас с вами один менталитет. У нас с вами родственники по обе стороны границы. Мы все вступили в родство друг с другом. Как мы можем сегодня воевать или говорить, что они там украинцы, они другие, они вообще там... Я не буду, знаете, вот даже употреблять эти слова довольно-таки постыдные и такие, знаете, низкопробные, которыми русские называют украинцев, а украинцы называют русских. И я сегодня хочу обратить ваше внимание о том, что, знаете, в мире происходят некоторые события. Возможно, этими событиями отвлекают от главных проблем. Ну, скажем, в России сегодня подтасовываются выборы. В России нет выбора, есть только референдум об избрании одного кандидата. Это президента Владимира Путина. То есть это референдум, это не выборы других кандидатов. Там, я не знаю, как они будут представлены. Во всяком случае, в ЦИКе написано на сайте, что это идет референдум за Владимира Путина. Почитайте, зайдите. И я думаю, что если в Украине завтра тоже будут проводиться выборы, все будет то же самое. То есть будет выбран им, скажем, президент, а им может оказаться Медведчук. И активно продвигается он нашей российской стороной. И я об этом писала, что это может быть Медведчук. Ведь он кум Путина. А как же можно его обойти? И, конечно, очень выгодно поставить Медведчука. И, помимо всего прочего, в интернете, конечно, есть еще некие такие ссылки на Скрипаля, которого, как агента ГРУ, как разведчика из ГРУ, отравили наши же. Отравили его в Англии. В торговом центре ему, может быть, дали какой-то подарочек или еще что-то. Во всяком случае, его просто отравили. И он сегодня умирает. И эту же схему почему-то вот украинские журналисты и политологи, они считают, что, возможно, российское ФСБ, но они так думают, что это делает ФСБ, возможно, это делает и ГРУ, видите, но для них это как ФСБ идет, да, что они могут применить и к Украине. В частности, к Саакашвили. Почему Саакашвили? Потому что Саакашвили своими неординарными совершенно поступками он вызвал народную любовь к себе. Он поступал как герой. Как бы мы сегодня его ни называли, ни разбирали, я сейчас не буду подвергать аналитике его действия. У меня есть ролики на эту тему, на тему Саакашвили, как он бегал по крышам и что это было. Однако же хочу сказать, несмотря на все, Саакашвили заработал себе баллы среди украинцев. И его украинцы поддерживают. Поэтому российской стороне будет трудно, вернее Кремлю, вот этим вот барыгам, которые сегодня пытаются управлять нашей страной, будет трудно внедрить своего кандидата. Медведчука или еще кого-то, да, им будет внедрить трудно. А то, что хотят поставить Медведчука, но похоже, это очень очевидно даже, что поставят именно его. Видите, кумовство никто в нашем мире не отменял. В наш мир вошло кумовство, в наш мир вошло воровство. Это как норма поведения. Поэтому мы должны исходить из того, что мы имеем. И в этой связи хочу почитать заметку одного человека. Сейчас я вам скажу его имя. Я так полагаю, что это украинский сайт, хотя здесь на это нет ссылки совершенно, абсолютно. Александр Коваленко написал. Он пишет о том, что покушение на Скрипаля. ФСБ аналогичную операцию может провести против одного весьма одиозного политического деятеля, связанного с Украиной. Написано это вот было 9 числа, 9 марта. То есть совершенно свежая статья, где он пишет. Саакашвили на повестке дня покушение Великобритании на полковника ГРУ в отставке Сергея Скрипаля отнюдь не является чем-то из ряда вон выходящего. А лишь одним из натолкнуло на беспокойную мысль о том, что ФСБ аналогичную операцию может провести и против одного весьма одиозного политического деятеля, связанного с Украиной. Да, я имею в виду Михаила Саакашвили. Так пишет автор. Уверен, что для многих такое предположение может быть сродни шоковой терапии, каковыми были и мои статьи трехлетней давности о том, что Саакашвили будет в прямой конфронтации с Порошенко и даже начнет собирать митинги. А потому без высасывания целыми конвалютами Валидола рассудим по ситуации трезво. На сегодняшний день Саакашвили не является для украинцев той политической силой, за которую пойдет большинство или даже десятая часть большинства. Он растерял политический вес на ухабах украинского политического бездорожья. И сегодняшний день больше всего является символом он неистового противостояния против всего, что связано с действующей властью. То есть то, что у нас сегодня Собчак пытается против всех. Но Собчак это делает под зонтиком Путина, под зонтиком Кремля. И ей комфортабельно идти с таким зонтиком против всех. А Саакашвили, у него нет зонтика вот такого украинского, да? Он как бы без украинского зонтика действует в пределах украинских границ. Теперь уже нет, конечно. Тем не менее, не будучи безусловным лидером, он является символом этого самого противостояния в режиме один против всех. И после неоднократных и неловких попыток действующей власти избавиться от скандального грузина, лишь подтвердил свой статус персоны нон-грата. И вот теперь следим за руками, что дает физическое устранение Саакашвили. Дестабилизацию общественной политической обстановки в Украине легко. Ведь в первую очередь все подозрения падут на действующую власть. И если раньше сторонники реформатора собирались в количестве пары тысяч человек, то в такой ситуации может заполниться и Майдан, даже теми, кто не симпатизировал реформатору из Грузии ни одного дня. Карт-бланш политикам, оппонирующим власти и имеющим не менее одиозный статус. Безусловно, это будет бонус и в первую очередь тому, кто после совместных шуточек с Путиным над президентом Грузии резко стал его боевым другом или подругой. Дискредитация Украины на международной арене. Безусловно, и пропагандистская машина Кремля постарается наилучшим образом, чтобы страны, в которых наше информационное присутствие ничтожно и никчемно, а это практически весь арсенал ЕСА, буквально кипели в котле вбросов, то есть пойдут вбросы. Но правильную статью написал автор. Пока здесь все правильно. Что же это как минимум три фактора, играющих на руку Кремля, в случае физического устранения Саакашвили? И все они бьют в первую очередь по Украине. Останется лишь открытым вопрос, когда такое может произойти. Ну, сейчас со Скрипалем разберутся, пошумят, а дальше будет, вероятно, Саакашвили. Если данная акция и будет воплощена в жизнь, то лишь в случае крайней необходимости для дестабилизации обстановки в Украине. Дестабилизация же выгодна в случае полного краха внутри самой РФ. Отвлечение внимания на проблемы соседа, а также осуществление очередного гибридного сценария. При этом последний вариант куда более реальный, нежели прочие. Разумеется, это все мысли, конечно, на эту тему, но это отнюдь не значит, что даже будучи в благополучной Европе, кое-кому не следует оглядываться и смело попивать кофе в кафе. Печальный опыт многим тому доказательства. Написал так Александр Коваленко. И это так, это так. Не пейте кофе с неизвестными людьми, которые вас приглашают, приехав из Украины или из России. Не пейте. Вот видите, Скрипаль выпил кофе, возможно, со своей дочкой. Может быть, получил какой-то подарочек, который открыл, и в котором был этот ядовитый газ или это вещество, которое испарилось и всех заразило. Заразило очень много людей. В торговом центре и все полицейские. В количестве, по-моему, 30 человек сегодня заражены. Англия пока молчит. Она требует у России антияда, антидота. Но, однако же, не знаю, получат они этот антидот или не получат. Ну, такие вот смешные ситуации, когда жизнь человека, ну, ничего не стоит. Это ведь даже не Троцкий с его ледорубом. За Троцким охотились. А это просто всех подряд. Ну, вот всех подряд, кого, ну, кто не нравится, кто не угоден, всех подряд будут травить, убивать, стрелять, все что угодно. Но такое время. Мы попали с вами в такое время. Матрица за зеркалье. Мы не знаем, как отсюда выбраться. Мы попали в капкан зеркал, в котором отражаемся мы в гротеске. В гротеске воровства, мошенничества, убийства. Все самые агрессивные качества, маньяки и прочие извращенцы, они все отражаются, сами себя видят. И поэтому их дух накачивает их еще больше вот этими гнилыми качествами. Ну, так надо же где-то разбить стекло, в конце концов, и выйти из этой матрицы, вот этого зазеркалья. Я Таня Карацуба, Сиидбургхан.